Мрамор от говядины Мрамор от говядины Тема мяса мне близка, как и многим, я думаю, зрителям Кроме всего прочего, в нашей компании мы очень много производим разные продукции В том числе химия для того, чтобы мыть пищевое оборудование И компания Prime Beef является фактически нашим партнером Ребята были у нас в гостях Мы состоим вместе в одном клубе предпринимателей Более того, даже в отдельном форуме Мы очень близки по духу Они так же развиваются, как и мы, семимильными шагами И не собираются останавливаться Такие люди очень интересны И тем более продукт непростой Они влюблены в свое дело так же, как и я Поэтому мне очень приятно поехать именно к ним Мне нравится, когда смотришь на вот эти поля И ты видишь, что растет что-то Да, вот жизнь вокруг нас Я поэтому люблю ездить в России на винномашине Вот если есть такая возможность Недалеко, там Ростов, Краснодар У нас бывают там дела И вот едешь в поля слева, справа, желтые, красные Пожить на ферме полгода На земле каждый день просыпаешься В 5 утра выходишь У тебя телята ходят У тебя корова телится Ну это просто Меня очень сильно впечатляет Поэтому ты живешь в Москве Я сам прожил в городе Да, но я и говорю, что я вот в основном жил в городе всю жизнь Так получилось, что мы запустили этот проект Мы привезли 250 стильных телок из Америки И у нас вот на первой нашей ферме в Калужской области Мы их пешком вели Не было ничего, ни дамбы, ни дороги Был один ангар Два самолета прилетело И телки шли из Внукова в Калугу? Нет, они приехали на скотовозах Мы их выгрузили и через поле провели И у нас был на первом этапе Профессионал, ковбой, Эрик из Америки Из Северных Штатов, из Небраски, из Америки Небраска считается вообще самая лучшая говядина в мире Производится в Небраске Самая качественная даже есть там термин Такой Небраска Так, подожди, все уверены, что в Аргентине? Нет, никто не уверен В Аргентине они вообще не то Аргентинская, бразильская говядина Почему они портят ее там? Что они там не так делают? Менее качественная говядина Вот есть машина, например, Kia Классная машина, да? Вот она тебя довозит от работы до дома От дома до торгового центра Она неплохая машина Но есть BMW Есть Mercedes Это люди, которые взяли эту простую задачу Довести тебя от работы, от дома до работы Но они ее докрутили до такой степени, что это просто кайф Ну, как бы, просто одно удовольствие Здесь такая же история В Аргентине, в Бразиле Они не, как бы, доводят до экстрима вот эти параметры То есть они могут просто выгнать скот в лес И скот пасется там, как, что ест, чем кормят, непонятно И через там полтора года их сгоняют, забивают Какое мясо такое? Ну, ладно, давай так Ну, южане обычно этим отличаются Они раскаифовщики, они не заморачиваются Вот что взять, юг Италии Это вот черт знает что И коррупция, и криминал Промышленности практически нет И север Италии, Ломбардия Вся промышленность, все деньги там Это может все объяснить Аргентинцы просто раскаифовщики Вот, поэтому мы привезли этих телок Я пришел к Эрику Эрик говорит, Андрей У нас большая задача Мы привезли этих 250 телок Нам нужно заняться ограждением пастбищ Пастбище это ограниченное пространство Где эти телки, бочки, телята пасутся По моему искусству с моим партнером Были 30 дней в командировке И за это время объехали около 20 городов У нас было так, что мы приезжаем, например, в Омск Вечером, днем мы работаем Вечером садимся, доезжаем до следующего города Просыпаемся, снова встречаемся с нашими партнерами Дистрибьюторами Отрабатываем, тестируем химию Коучим друг другу, обмениваемся знаниями По конкурентам, по рынку И через месяц, возвращаясь в компанию Мы пересобирали ее заново Потому что мы поняли, где мы делаем не так Что у нас получается хорошо Где уже требуется другой продукт А где конкуренты нас хотят вот-вот уже обогнать Поэтому такие поездки были невероятно ценными И я, кстати, периодически угрожаю сам себе И своим партнерам, что я сяду на автомобиль И сделаю хороший такой автопробег по стране По нашим лучшим дилерам Чтобы напрямую узнать, как дела, как ситуация складывается на рынке И я уверен, что из этой информации много можно, что будет выжать И чтобы поменять, опять пересобрать компанию Меня очень много люди спрашивали Где купить мясо? И второй вопрос популярный Как стать дилером? А если в Волгограде, где купить мясо? То у нас есть там партнер метро Кэшн Кэрри Можно там приобрести дома, пожарить Или можно сходить есть Несколько ресторанов, где продается наша говядина Так, но этого может быть недостаточно Потому что у меня, например, метро очень далеко В Волгограде метро находится на окраине города Если ты живешь в другом районе, тебе ехать час примерно Ну, на самом деле могу признать, что у нас не хватает сбыта в Волгограде Нам нужно найти хорошего партнера Который может помочь нам продавать говядину Продавать правильно, качественно Вот, мы всегда в поисках хороших дистрибьюторов То есть, нас смотрят люди с разных городов Омст, Томст, Краснодар, Владивосток Как стать дилером? Ну, нужно иметь базу какую-то в этой индустрии То есть, нужно иметь склады, логистику Желательно клиентскую базу Уже заниматься фудовой темой? Уже заниматься фудовой темой, конечно Чтобы уже хотя бы наработки были какие-то Торговый представитель, супервайзер Понимание, как строить дистрибьюции? Да, и умение работать с качественным продуктом У нас очень такой деликатный продукт Это не просто там, я не знаю Это не дешевый сегмент Это даже не средний Это средний плюс Да, поэтому здесь требуется особый подход К продукту, к клиенту Вот, но мы рассматриваем любые предложения Всегда открыты, всегда готовы к диалогу Я считаю, что предпринимательство Это основа общества И я бы хотел, чтобы предпринимателей В нашей стране, в моем родном городе Да где угодно было бы больше Как можно больше Чтобы люди не боялись открывать свое дело И своим примером И примером своего блога Я бы показал, что те, кто рискнули У них получилось Что стоит рисковать Если ты любишь что-то, чем-то заниматься невероятно Попробуй сделать небольшую компанию Потом больше Дайвай рабочие места Плати налоги Создавай что-то классное В своей стране Показывая, как у кого-то это получилось Я бы хотел сподвигнуть других людей Открыть свое дело И создать большую компанию Дать рабочие места Андрей, расскажи Почему именно в Воронеже Пришла идея открыть ферму Вообще мы открыли первые три фермы В Калужской области Первую в Бабынинском районе Потом в Сухинишском районе Хорошо, а почему в Калужской? Почему вот в этом регионе? Это Черноземье? Калуга не Черноземье, нет Мы открыли там сначала Ну, не знаю, так получилось Что сначала нашли там земельный участок Вы знаете, сколько сыров в Италии Потому что каждый хотел сделать что-то уникальное Они находили свои рецептуры И они постоянно соревнуются В качестве, в свежести Какой молоку брать Они вот заморочены по разным мелочам Я считаю, что В этом и есть залог И продавать с небезопасной страны И отменного качества Делать много-много местных продуктов Если человек хочет заняться фермерством Он должен купить бычка, например? Нет, он должен купить телят А, ну если быка производителя, да Но он может купить просто семья Он может искусственно осеменять своих Так, и сколько стоит бычок, осеменитель, производитель? Так он может просто генный материал купить, сперму Достаточно этого, да? Конечно, зачем тебе быка покупать? Ребята, просто можно купить сперму Зачем быка То, что здесь Черноземье Это имеет значение? Здесь хорошо растет кукуруза? Конечно Чернозем – это самая плодотворная почва, земля в мире Эта земля стоит во Франции, в музее, в такой, в Азии Здесь можно плюнуть и вырастет дерево какое-нибудь Надо попробовать Знал об этом? Нет Выплюнул косточку Выросло дерево И мой контакт очень важен Были такие случаи, когда мы дистанционно общаемся с каким-то партнером И приезжаем в город Оказывается, что ситуация совершенно другая Что наш партнер не самый крупный И на расстоянии мы не понимаем до конца всю крутость партнера Или мы не понимаем до конца, насколько мы держим рынок Понятно, что есть некоторые аналитические данные Что можно подсчитать какие-то продажи Другим путем, но увидеть вживую, что происходит Как люди мыслят Насколько хорошо выглядит офис Насколько хорошо построена мотивация Насколько горят глаза у людей в команде Этого по телефону не поймешь А команды – это самое главное И мы всегда выбирали таких партнеров, которые максимально заряжены Кто создает сплоченную команду с крутой мотивацией Это можно только увидеть в полях Когда выезжаешь напрямую Есть один момент, в котором они ведут себя агрессивно Ну, могут себя вести агрессивно Это когда корова отелилась И ребенок только родился И у нее гормональный всплеск И материнский инстинкт Она защищает своего теленка Когда отел происходит Нужно подойти, сделать укол витамины Ну, то есть витамины вколоть Для мелкому При этом мать смотрит? При этом мать смотрит, да Нужно поднять, посмотреть пол Записать, зафиксировать И нужно бирку повесить на каждого теленка То есть ухо проколоть Это должен сделать там за 30 секунд И в это время стоит разъяренная мама Да, у нее гормональный всплеск Кто-то отбирает теленка И бывало такое, что и топтали И там На тебя нападали? Да, нападали, но Слава богу, ничего такого прям серьезного не было Но подали, да, много раз Но, друзья, не хотел бы я, чтобы мне 500-килограммовая телка села на лицо Пока мы были в дороге В своем инстаграм я попросил вас задать вопросы касаемо Промбив Вы прислали реально много вопросов За что вам отдельное спасибо Часть ответов будет во второй части выпуска В которой Андрей и Илья подробно расскажут, как правильно готовить и подавать стейки Вопрос, как выращивают, в каких слоях, в каком режиме Это мы его видим Какой фрацион мы увидим? Выращивают скот, а производят говядину Есть ли желание у собственника завода открыть производство в других регионах страны? Ну, может быть, имеют в виду откормочные фермы эти? Пока мы еще не освоили все наши возможности здесь, в Воронежской области Поэтому на сегодняшний день мы сфокусированы на нашем проекте в Воронеже А в дальнейшем, возможно, возникнет такая потребность И такая возможность, мы будем развиваться в другие регионы Я бы хотел, чтобы наш регион, наша страна была самодостаточной Чтобы мы производили огромное количество уникальных классных продуктов Вот у меня есть такой пример Я, бывает, езжу по поселкам, по деревням И куда бы я ни заезжал, приезжаешь Раньше были рынки, где ты можешь купить местные продукты Сейчас приезжаешь, стоит магнит, ради, еще какие-то магазины И мы покупаем колбасу откуда-то из Подмосковья Покупают люди квас, кока-колу Я бы хотел, чтобы я приезжал на местный рынок И встречал там сыры, колбасы, какие-то настоящие квасы, меды, медовухи Все, что угодно, но чтобы это было местное Как мы это в Италии, где-то в Германии Мы всегда встречаем местные продукты И они этим гордятся Я бы хотел, чтобы люди, увидев нашу передачу Создали бы эти продукты Создали бы что-то свое, уникальное, классное, вкусное, местное Вот как, знаете, говорят, какое самое лучшее пиво? Грамотные ребята отвечают Самое лучшее пиво – это местное Потому что оно свежее, и оно сделано здесь и с любовью У меня очень много людей спрашивали Чем отличается ваша говядина? Почему она лучше, чем тот же самый Мираторг? Мы не можем обойти эту тему Вы лучше, чем Мираторг? Давайте сразу Ну, наверное, так мы не оцениваем Можно просто сказать, мы другие чуть-чуть По вкусовым качествам отличаются? Да, по вкусовым качествам отличаются Почему? Они чем-то другим кормят? Что у них не так? Другая порода? Здесь в комплексе, во-первых, породы, генетика, да, и происхождение этих животных У нас, например, ядро – это из Америки От лучших производителей в Америке, да, это… Из Небраски Является, да, это, кстати, из Небраски Плюс от корм, то есть животным можно откармливать только зерном Но есть разное зерно, есть пшеница, есть ячмень, есть овес И есть вот это золото, это называется кукуруза Это глютен Это как жмых от хлеба, знаешь, такое остается Берется кукуруза, из нее вытаскивается весь сахар Знаешь, сахарный кукурузовый сироп, который делает все из него И его много где применяют Абсолютно И это, в принципе, отходы того производства Для нас это золото, потому что здесь большое содержание белка Даже больше, чем в обычной кукурузе Потому что такой концентрат Вот это ты как раз можешь попробовать Все его ели, и Рапопорт ел, и Новиков ел Да, это точно Надо горстку целую Не-не, ну не надо Давайте все вместе попробуем А я уже попробовал Давайте, пробуем на камеру На язычок Ну, если ел Рапопорт и все А Медведев ел? Конечно, сожрал горстку вот такую вот Да Еще с собой в карманы набился и уехал О, кислый, кислосладненький такой Смотришь, как вкусно животным Ну Как за день таким питаться Кисленька классная Вот, ребята, чистота Финальный этап жизни Они попадают сюда Проводят последние 200 дней своей жизни На этой площадке Это ограниченное пространство Где они стоят Много не двигаются Много энергии не сжигают А наоборот, едят высокопротеинный Высокоэнергетический корм Откладывают это все Чтобы получить вот этот хороший полуфабрикат На выходе стейк мраморный Блэк ангус Идеальная порода для производства Премиальной мраморной говядины Они быстро набирают вес Приобретают мускулистые туловища А также устойчивы к любым погодным условиям Ну что, повернуться к быку спиной Мои девочки, мои сладенькие Мой смертельный номер Боилки Дончи Андрей, одна и та же порода И у Прайм Биф, и у Мираторга Блэк ангус Но все-таки на выходе мясо разное Почему? Ну, вообще есть два фактора Которые влияют на вкус Да, в конечном продукте Первая это генетика У нас похожая генетика Но все равно есть разница Мы привезли генетику из Америки Из северных штатов А у наших коллег, партнеров Они привезли из Австралии Чуть-чуть разные породы Все равно И мы считаем, что американская говядина И американский семной фонд Он лучше Они доделаны Да, лучше И весь генофонд в Австралии Это все равно привезенный из Америки Это первый фактор Второй фактор Это корм У нас от корм Как ты видела Все Все мы сами изготавливаем И все из кукурузы Кукуруза дает сладкий Привкус Мяса Да, который ценится больше А есть другие фермеры И в России И не в России Которые кормят мелкосемянкой Другим зерном Чем попало, мне кажется Чем попало, да И мраморность появляется Но мощного Такого яркого вкуса нет Давайте проясним Что такое мраморность Мраморный Называют говядину С прожилками внутримышечного жира И по внешнему виду Мясо действительно напоминает Кусок настоящего мрамора Мясо получается сочным Мягким и нежным Благодаря хорошей генетике И правильному откору Я раньше не задумывался Я вообще не разбирался Какое бывает мясо И производитель Теперь я всегда буду искать Prime Beef Это в ресторанах Или в метрах У нас нет цели Наклепать много разных точек Мы хотим качественной продажи И самое важное Сохранить нашу репутацию И донести до конечного потребителя Именно мясную культуру Любой человек может Сейчас в своем городе Захотеть и создать Вот эту красивую точку Захотеть может любой Но не каждый может стать Партнером Это может быть звучит Как-то пафосно Или еще что-то Но мы очень тщательно Отбираем тех людей С которыми работаем Что это самое важное То, что у нас есть Это наша репутация Мясо продать Не сложная задача А построить такую репутацию Очень сложная И это вот самое ценное для нас Смотрите, вопросы Пробационные Мы можем купить Мираторг стейк И ваш стейк Пожарить рядом Например, закрытый тест Ты будешь удивлен Очень сильно А вы отличите, интересно? Я думаю, ты с легкостью Если вам закрытый тест Дайте Мы делали это многократно С разными рестораторами А давайте так сделаем Мы сможем найти Мираторг? Без проблем Ребята, закрытый тест Мираторг Прайм Биф Уже в следующем выпуске Мы посетим Академию Прайм Биф То самое место Где знают о мясе Все и даже больше А также делятся Своим опытом Именно там Мы проведем эксперимент Над Андреем и Ильей И узнаем Чье мясо круче Они черноглазкие И они камолы Это тоже особенность Этой породы То есть безрогие Безрогие, да И вот видишь Они все добрые Глаза спокойные Они как бы в гармонии Нет вот этих Испуганных взглядов Да Как на обычной ферме Не знаю Был-то, не был Там иногда Не успевают покормить Не успевают там Ухаживать за ним Но мы еще с утелок Наверное Быки могут быть поагрессивнее Нет, нет Быки наоборот Еще более ручные А самые ручные Это большие У нас здесь Был бык-производитель 1300 килограмм Пауэрап Привезли из Америки Он вообще к нему подходит Что так вот гладишь Он ручной Потому что его возили На аукционы На выставки Он У него шея Вот такая вот А мучатка к нашу Перекличка Очень важно Как ты содержишь Животных Какой уход Ты ей даешь И у нас Такое Мы хоть и Массово Производим Говядину У нас Очень бытиковый подход То есть Мы прям Очень бережно И с огромным Вниманием Относимся То есть Есть категория Людей-гладильщиков Они ходят Гладят Ласкают Их играет музыка Нет Это конечно Такие мифы Ласкатели Мы не будем распространять Какие мы сипуски Я так понимаю Что ферма Это высокотехнологичное Производство И в том числе Даже вот этот загон Это же Не просто так Здесь есть какие-то Смотрю Возвышенности Какие-то низменности Площадка Мы стоим Бетонная Абсолютно Конечно Это очень сложное Сооружение Мы строим Большой бизнес Мы хотим Собрать большое количество Животных На одной территории Здесь сейчас стоят Где-то 25 тысяч голов И чтобы они не утонули В собственных какашках Чтобы они не утонули В какашках Да Мы сделали Бетонный стол Вот он досюда Он по-моему То ли 12 То ли 15 метров Это чтобы они могли Подойти к кормушке И спокойно поесть Это первое Второе У нас есть разуклонки Которые стекают Ну направленную сторону центра С этой стороны туда А с той стороны В наше направление Туда стекает Навоз Жидкость лишняя Все это попадает В канализацию И стекает в лагуну Лагуна находится Там А с лагуны Уже мы Раскидываем Навоз по полям Еще какие-то вот холмики Я смотрю есть Холмики, да Они сделаны для того Чтобы в зимний период Или в межсезонье Чтобы животные могли Встать на этом холмике И чтобы они не лежали в лужах Чтобы не было сквозняков Они могут спрятаться Могут лечь Отдохнуть Самое важное Это здоровье животного Чтобы они Наслаждались Не испытывали стресс Не было холодно Не болели Не страдали Самые хорошие Челета Вот по моему опыту Это осенние Зимние Они попадают сразу В очень мощную среду Да Холодно Они закаляются У них хороший иммунитет У них сильный иммунитет Из-за этого Да Они закаляются И они уже имеют Вот эту крепкую базу На всю жизнь И вот потом видно Они покрепче Посильнее Ну ты как человек Да Вот Если ты Не знаю Ты закаляешься по утрам Я холодной водой Часто Да Да Я тоже Искупался Я вообще горячий терпеть не могу Я тоже Я всегда убавляю на холод И бывает в конце Прям на максимал Андрей Что это за капсульный город Что это за матрица вообще Наши молочные телята Которые мы получаем Здесь на этой площадке В двухдневном возрасте У каждого теленка Есть свой домик Это в целях безопасности Они еще молодые Мы должны закрепить их здоровье Мы им даем молоко Каждый день Вот если посмотришь С этой стороны Видишь такие отсеки Несколько раз в день Машина проезжает Сюда бутылка вставляется Да Вот у нас там Молочная кухня есть Где замешивается молоко Ставится сюда И теленок может Спокойно сосать молоко Пить И сколько они здесь находятся Месяцев? Здесь 60 дней Находится Они одни Потом они переходят В С1 Это где они социализируются Мы их разбиваем на группы По 25 голов Кроме молока Что они еще потребляют? Здесь только молоко Молочка Видишь у них бирки О которой я говорил Это система отслеживания То есть мы видим возраст Откуда приехали Чем питался Сколько лет В какой группе Есть какой-то скандр Который чипс Все это виртуально Все это оцифровано Сколько здесь домиков За тысячи Здесь у нас 8 тысяч домиков Каждый домик Стоит приблизительно 350 долларов Как у тебя с арифметикой? 3 миллиона долларов Это меня удивляет И с другой стороны Пугает Что когда-нибудь Людей тоже загонят В такие маленькие домики Подключат их К каким-то проводам И как в матрице Мы будем Лишь батарейками Необходимым для обеспечения Роботов Это капец, конечно Вот оно, счастье Все, не зря приехали Все Наши любимые бычки Здесь они уже достигли Веса 550 килограмм 500-550 килограмм приблизительно Здесь они кушают Отличную кукурузу Вкуснейшую Едят, пьют Социализируются Общаются Дружат Какой у них возраст? Сколько им уже месяцев? Им здесь 100 дней Здесь они социализируются Попадают в группу Кво 25 голов Подружиться Пообщаться У них тоже иерархии есть Они выстраивают отношения Они вместе питаются Живут и так далее Там на первом этапе Закрепляем здоровье А здесь уже идет социализация То есть если резко Упсителен, который не раньше Не общался С другими особами Сразу 250 голов То там будет Катастрофа Лучше так не делать После того, как группа ушла Все зачищается Здесь у них вес уже 550 килограмм Им осталось еще Килограмм 100 Добрать Итак, друзья, мы добрались До группы компаний Заречная Пойдемте скорее Нас уже там ждут Завод 2014 года Завод один из самых современных На сегодняшний день Конечно, все люди Очень интересные И высокие профессионалы Здесь Как говорит наш Собственник Что у нас три Кита, на котором Стоит компания Вверху это Бог В душе это совесть А сверху это люди То есть сбоку это люди Которые о нас говорят Видят и говорят И почему он так трепетно Всегда к этому относится И говорит Мне очень важен имидж Который мы зарабатываем Очень долго Потому что Имидж такая вещь Которую можно зарабатывать Зарабатывать И одним Рочерком пират Перечеркнуть все Сколько человек работает На предприятии? Сегодня на заводе 400 человек Но из них 220 Это производство И сервис Это приблизительно 210 Сколько тонн В день Вы можете перерабатывать? Можем перерабатывать 150 тонн 150 тонн в день Мяса Это очень много Это тяжелый считается Вот труд В холодильниках? Конечно Работать в холоде Это сложно И работать с мясом Оно холодное Это требует много сил И люди устают Какая средняя зарплата В этом цеху Разделочном Обвалочном? Варьируется от разного От 30 до 100 тысяч рублей Есть и уборщики А есть высококвалифицированные Такой склад Он может быть использован В том числе Как для склада Для разрывания В больших объемах Он должен быстро переворачиваться И мы тратим Немножко больше На упаковку Мы отслеживаем Полностью продукцию Можем контролировать Качество Многие думают Что коров кормят Как например На птицфабрике Я думаю Может допустить Что там очень много Метионин И чего-то такого непонятного Для выращивания Блакангус Для выращивания Мраморной говядины Ничего добавлять не надо Антибиотики Не добавляем в корм Вообще Нигде Единственное время У меня лижет корова Единственный этап Когда мы можем Использовать антибиотики Это если теленок Или бык Или корова Сильно заболела Да Хватит меня лизать Ну знаешь Они игривые У меня вся жопа мокрая Я думаю Что это очень важный вопрос Многие люди не понимают Мы используем антибиотики Так у людей Да Когда есть очень критичная ситуация Животное заболело Мы выводим животное Ставим на карантин Используем антибиотик И ждем определенный период времени Пока из крови не выводятся Все антибиотики И вот это лекарство Это случается крайне редко Это экстренная ситуация Какая-то болезнь Может быть генетическая Может быть слабость Или там Скелет неправильно сформировался Ну знаешь как бывает у людей Тоже генетические какие-то отклонения Очень редко бывает В любом случае За несколько дней Месяцев антибиотик выводится Перед убоем Полностью выводится Перед тем Как мы даже возвращаем в группу И ни в коем случае Нисколько антибиотиков не доходят до стейка До конечного продукта В этом плане говядина более экологична Больше чем индюшатина или курятина В которой ну там точно не вырысишь Без чего-то такого У меня сейчас есть коровы Давай смотрите Облизали уже Смотрите Все просто И этот снизу И этот сверху Что вы за Такими ложки такие мои Этот грызет за жопу меня Этот за руку Да что же вы такие Миш, добро пожаловать Это наш обвалочный цех Сейчас идет обвалка Заречного Это наш доступный скот Вообще у нас предприятие большое У нас есть разные животные У нас есть ангусы У нас есть галштины Мы всегда экспериментируем Улучшаем И на сегодняшний день У нас есть несколько брендов У нас есть Заречная Это более народный бренд Более доступный Цена очень комфортабельная Для людей Может конкурировать с говядиной Которая лежит на обычном рынке Или в обычном народном магазине Также у нас есть Наш премиальный бренд Праймбиф Это высококачественная говядина Это импортная генетика Ну сейчас у нас уже есть Свой генофонд Мы откармливаем кукурузы И получаются высококачественные стейки А на сколько трава? Вот они едят просто траву? Конечно Это самое важное для коровы с теленком Это летом Чтобы они были на зеленом поле Чтобы они ходили, паслись Ели зеленую траву Свежую, сочную Это самое питательное Для телят, для мам Вот на этом этапе Им важно закреплять Вот этими травами Вот здесь вот очень тонкая тоже Работа Такая ювелирная, можно сказать Человек вытаскивает каждый кусочек мяса Чтобы все использовалось Что-то идет на крупный кусок Что-то на тримминг Что-то на фарш Как танец такой, да? Да, да Да он прям торопится Потому что у нас производительность должна быть хорошая Здесь тоже работают ребята в кольчужных перчатках В нагрудниках Очень ценим безопасность на высоком уровне Илья, расскажи, где мы находимся? Что это за чудное место такое? Место такое оригинальное, фирменное, точка сбыта Началось все с магазина Вот здесь Prime Beef Boutique Продает самый большой ассортимент говядины в мире Почти что 60 СКЮ Повезло только в Воронеже? Почему? Есть такие магазины где-то еще? Нету Нигде нет таких магазинов Только в Воронеже есть такой ассортимент Только не это Да Надо что-то делать, Михаил Я уверен, что мы сейчас покажем количество мяса И какое оно И тысячи людей захотят, чтобы в их городе это было Или захотят открыть подобное Это возможно вообще? Вообще, да, это возможно Мы как бы рассматривали эту возможность И в принципе она сейчас актуальна Это пока не франшиза, просто можно открыть такой магазин Но вы не всем даете такую возможность Да, мы просто, понимаешь, мы очень дорожим нашим брендом И ту работу, которую мы сделали Потому что этот магазин открыли вообще 5 лет назад Это первый был магазин План был открыть на рынке Но продавать мясо просто рубленное Вот в таких условиях Нас это не устраивало Очень важно было дать покупателю качество И дать тот ассортимент Поэтому у нас формат уникальный Да, у нас уникальный формат Он даже отличается от нашего магазина в Москве Вот мастерски снимается тоже Это лопаточная часть Передняя лопатка Каждый человек знает свою работу Где какой надрез сделать Как извлечь максимально качественного мяса Вот лопаточная кость Чистая работа Можно сделать, знаешь, такое блюдо Подача такой, тартарчик Ну зачистить, проварить Скрепсти вот это мясо И в ресторане сделать подачу Такой тартар положить И вот так вот прям подавать Вот вы ни разу не встречал такого, да Здесь вот девочки обрабатывают грудинку Они знают точно, какой они должны надрез сделать На этом куском Они эту манипуляцию выполняют Там многократно на протяжении Долгого периода С другой стороны есть другая какая-то часть Но они все, в принципе, знают работу каждого Взаимозаменяемые Вниз сбрасывают римминг И здесь это идет все Что такое римминг? Тримминг, это обрис Мясо хорошее Просто кусочки маленькие Крупный кусок можно продать А ты маленький кусочек как стейк не продашь Вниз маленький тримминг И вакуумируется отдельно Идет на фарш На кебабы На челапи На бургеры И так далее Ребята, а сейчас мы идем на линию Где делается фарш Из которого делаются лучшие бургеры Это очень интересно Смотри, вот за нами стоит огромный миксер Туда попадают маленькие куски мяса Тримминг Там это все перемалывается Перемешивается Потом переходит в этот аппарат Этот аппарат формует котлеты По определенной громовке И определенный процентаж жира и говядины 70-30 После этого конвейера Они попадают в автоматическую морозильную камеру Там это замораживается И уже на выходе попадает на фасовку Это все упаковывается и отправляется Скажи, это для чего котлеты? Это для наших любимых партнеров, клиентов Возможно, это для Blackstar бургера Возможно, для... Это те самые бургерные, хорошие котлеты Это прекрасные котлеты Это как раз тот самый мощный, сочный Это, скорее всего, котлеты, которые пойдут на азбуку вкуса Они формуются по две котлеты Между каждой котлеты мы кладем бумажку Чтобы они не слипались в такую вот емкость И сверху запаивается пленкой Высасывается воздух, получается вакуум Мясной культ, который мы открыли Вообще первое на палетах Это был первый стритфуд вообще в России на рынке Это до Даниловского рынка Это премиальный стритфуд Да, это, смотри, уличный ресторан То есть бургеры, стейки и всякие разные прикольные блюда Вот у нас сейчас новый шеф появился Он вообще не из стритфуда, он вообще из ресторана Сколько стоит здесь бургер? 300... 300... Ну это нормально, да, потому что Blackstar бургер Там 600-800 рублей бургер Стейк у нас стоит там что-то 500 рублей Это какой стейк? Стейк-паук, это вообще уникальная штука Это из седального мышца, про него мало кто знает И мясоеды очень любят, потому что много вкуса Там и текстура есть, и движение крови Так, давай зайдем в магазин и посмотрим, что там Что это вообще такое Смотри, здесь представлено достаточно большой ассортимент И вида отрубов, и разной упаковки То есть у нас традиционная разделка Это северноамериканская разделка Это 32 отруба основных Вот, потом эти 32 отруба можно также взять Туда штук и нет, да? Да, видишь, это как бы в принципе вот все части И из них делается уже там подотруба Потом эти отруба могут нарезаться на стейки Например, вот из вырезки нарезается филе миньона Есть еще там реберные части Есть кострец, есть задок Так это больше для B2C, для людей Или это больше для хорики? Смотри, сюда входят люди Поэтому у нас мало ресторанов, которые покупают здесь В основном для ресторанов у нас отдельный сбыт Это менеджеры с доставкой и все такое А здесь приходят люди Этот аппарат называется Айкад Его функция нарезать кусок мяса Или по весу, или по толщине А лучше, когда в определенном весе В каком-то определенном диапазоне толщины Там лопасти вот такие вот Крутятся с бешеной скоростью Там просто неважно, там кость, мясо А скажи, вот часто мы заказываем В ресторанах, в регионах Карпаччо Это вообще нормально? Это же должно быть суперсвежее мясо До Карпаччо тоже 20 дней Или до Карпаччо должно быть? До Карпаччо Сроки годности у нас выдерживаются, вылеживаются Те сроки годности, которые обозначены, это минимум Могу сказать про нашу семью, да Про брата, про отца У нас же все-таки семейный бизнес Мы всегда шутим, что у нас мясо только испорченное дома То есть где срок уже вышел И там, где срок уже вышел, мясо становится еще мягче, еще вкуснее Любой хороший дорогой продукт должен иметь выдержку Так же, как и человек Он должен красиво стареть Покупать себе там какие-то дорогие вещи уже под старость То же самое, что сыр зрелый, что вино хорошее выдержанное, коньяк Также у нас есть такая хорошая практика Делать стратегические сессии с нашими партнерами То есть мы приезжаем на день-два Усаживаем основную часть команды И начинаем задавать друг другу вопросы Что у нас получается хорошо Что мы делаем не так А если мы делаем что-то не так, то чего мы хотим Чего мы хотим в будущем, через три, через пять лет Выписываем все свои хотелки И потом спрашиваем опять команду А что нужно, чтобы достичь того, чего мы хотим И начинается Не хватает того, этого, людей, ресурсов, денег Супер, а что нужно, чтобы они появились И начинаются ответы Потому что люди на самом деле знают У них есть все ответы Как это сделать Их нужно только спросить И когда мы выгружаем вместе с командами наших партнеров Такую информацию Команда начинает резко, быстрее расти Очень хорошая практика Как это сделать дистанционно? Никак Только в полях, только встречаясь лично Вот, и мы шутим, что у нас всегда про испорченное мясо Дом лежит Потому что мы ждем, чтобы срок вышел И потом уже только его вскрываем И были такие ситуации, что у меня лежал отруб Срок годности вышел И еще два месяца лежал у меня в холодильнике Я его вскрыл, спокойно нарезал на стейки Покормил свою жену, своих детей Мы получили большое удовольствие Абсолютно никакого намека на отравление Или плохого запаха, или что-либо Важно вскрыть вакуум Мясо должно чуть-чуть подышать И все прекрасно Если посмотреть на вкусовые качества То кукуруз дает вот этот самый вкусный Кукурузный сладкий привкус Промотируется как корн биф Более жир И еще белый-белый жир То есть это вот если ты видишь Два куска мяса, стейки Чуть-чуть желтоватый жир По разным причинам может быть Кисленность, какая-то возраст Но если два одинаковых животных То скорее всего белый жир Это будет кукурузный отком Кстати, мы делаем такой Небраска стайл корн фэт биф Это для русскоговорящих Это в стиле небраски Потому что для нас это как бы Я попробую повторить Небраска стайл корн фэт биф Класс Это ребята снимают межреберное мясо Это идет либо отдельно здесь Либо на Китай Китайцы платят втридорого За вот эту часть Для них это бомба Вообще это как для нас вырезка Или я не знаю чего Вот так выглядит стриплоин Заходит отруба Они идентифицируются И программа заносится Какой-то отруб Потом это переходит на упаковку Вот там стоит осьминог Так называемый Или паук И это все под вакуумом Вот голяшка пошла Бескостная голяшка Вот она поехала дальше Здесь попадает вакуумный пакет В каждом пакете есть QR-код Который может идентифицировать Кто обваливал Кто упаковывал И так далее Ну здесь проверяется на развакуум Опять идет вот это Сверяют с артикулом И уже дальше переходит в цех В автоматический склад От того, что когда лежишь в лотке Ты не видишь практически Барьерную пленку Которая прилегает к мясу Поэтому называется Скин, как кожа Вот Идет упаковка в лотке А потом это специальная этикетка Это вообще англичане придумали У нас с одной стороны Этикетка и логотип А с другой стороны рецепт Ты отрываешь ее И можешь читать и готовить Здесь у нас замороженная продукция Субпродукты У нас в магазине большой ассортимент И на любой чек Печень, например Наша печень просто бомбическая Я вот люблю стейк из печени делать Берешь на гриле, прям жаришь стейк Нарезаешь красиво Прям даже можно medium rare или medium Потом у тебя, ты же стейки жаришь У тебя должно быть обязательно такое масло Ну не обязательно такого бренда Но должно быть это масло Грейпсид ойл Это косточка винограда Виноградный косточка? Я никогда такого не помню В чем ценность этого продукта? Нейтральный вкус Что очень важно Потому что если ты хочешь сохранить вкус мяса То надо использовать Если ты используешь там какой-нибудь подсолнеч Или что-то такое Он сильно перебивает Да, да, да И плюс высокая степень Лисокая температура горения То есть нет карциногенов И поэтому когда ты будешь жарить Не дымит, ничего не добавляют Здесь вот например ассортимент Всех разных стейков Есть даже у нас Стейк из голяшки называется Который берется на самом деле из этой части Очень постный стейк Но очень Его легко очень пожарить во-первых И очень вкусный Он по-прежнему сочный, да? Хотя и постный Да, очень сочный Но мне по внешнему виду нравится Denver steak Да Я кстати раньше не разбирался Я даже никогда не знал, что он существует Но вот я уже на заводе понял, что Denver Понятно, что ребаи все знают Все знают Рибай, но Denver Смотрите Это тоже какой-то сумасшедший вид просто А вот из верхней части лопатки Есть flat iron Это вообще, чтобы ты понимал Второй самый нежный стейк в туши Только после вырезки И если даже сравнить по цене То он там в два с чем-то раз дешевле А вот то, что мы получили, да? Это да Это просто Кстати, мы первые в России, которые начали делать вакуумные упаковки бургеры Потом очень повезло, что наши партнеры тоже начали это делать И протолкнули эту технологию в сетях Потому что никто не хотел покупать вакууме Все хотели в газе В газе просто мясо выглядит красивее Потому что более красное И долго не понимали люди, почему Оно вот здесь при упаковке еще красное Проходит пару часов Оно станет чуть-чуть темным и серым Потому что нет кислорода Как только ты вскрываешь упаковку Контакт с кислородом обратно возвращает в красный цвет Друзья, вот так вот выглядит конечная упаковка К сожалению, ее очень сложно достать Потому что она настолько ценная Что заканчивается быстро Если где-то вы найдете такую штуку, обязательно покупайте Это настоящая офигенная мраморная говядина Кстати, это стейк Тибон Я прям вот вижу, как он уже на сковородке Прям шкварчит Просто А вот тоже портерхаус вообще офигенный Король стейков С одной стороны стриплойн С этой стороны вырезка И на кости Мясо считается самое вкусное, которое на кости Берешь вот так вот Маслом смазал На гриле вот так вот шлепнул Вот так вот шлепнул Вот так вот шлепнул еще раз И все, готово Помимо сырого мяса и стейков И всяких соусах Мы также торгуем полуфабрикатами Котлеты Это у нас фарши Кебабы, например Это очень крутая штука Очень удобная Молодежь особенно любит Это же чевапчи В общем, только они толще И поэтому они называются кебабы Они сочнее О чем мы сегодня на фидлоте с тобой говорили Белый жир И вот эта мраморность То есть мелкие-мелкие вкрапления Это дают ту сочность Даже в вырезке есть мраморность Ты не всегда это встретишь Даже в откормленном мясе Стейковая культура Это настоящая культура То есть тебе нужно обязательно Вот если посмотришь туда Тебе нужна правильная сковородка Когда ты дома жаришь Тебе нужен правильный гриль Даже если ты будешь жарить Как бы условно маленький Или там на маленьких Хотя бы купи себе именно гриль Это лучше, чем просто работать На мангале с этой решеткой Потому что любой гриль Ты снял Ты можешь контролировать процесс Ты положил стейк на гриль Ты можешь щипцами его двигать Это целый процесс И я думаю от природы Человек просто хочет быть рядом с огнем Положил Чуть-чуть дал стейку возможность Ну то есть чтобы корочка начала формироваться Можно первый раз закрыть крышкой Потом когда снимаешь и переворачиваешь А второй раз не закрываешь Или закрываешь только в самом конце Зависит тоже от стейка Например от толщины стейка От его жирности И от наличия кости Или отсутствия кости Это вообще целая наука Мы-то думали все просто Раз-раз Терри минуты здесь Терри минуты там Ты же приедешь к нам в академию Мы специально ее построили И открыли именно для того Потому что очень много нюансов Ничего супер сложного нету Но нюансов очень много Вот мы тебе покажем Прямо мы пожарим с тобой Кучу разных стейков И ты посмотришь Как это сделать Сам это сделаешь Какие вообще у вас планы Вот с этой концепцией Когда мы только открылись Люди нам чемоданами просто денег тащили Хотели нам у нас Открывать эти магазины Мясные культы Потому что у нас не было выработанного Там алгоритма Как франшизу запустить Или как работать на расстоянии То есть дистрибуция Потому что очень важно Да, ты придумал это все Но как доставить вот этот продукт В каждый регион Или в каждый город Где люди хотели это сделать Сейчас больше возможностей И больше понимания Поэтому мы работаем над этим На самом деле мы В ближайшее время Хотели запустить Вот такой тестовый Забросить, как говорится Удочку Посмотреть, насколько Открыть Актуальный это сейчас вопрос Да Поэтому, если это актуально Я думаю, мы сможем это проработать А к кому обращаться? Куда обращаться? Если человек хочет попробовать Открыть такой мясной бутик? Обращайтесь ко мне Можно через инстаграм Илья Ниценко Я отвечаю на все Читаю все Мы тут думаем, что нам сложно У нас бывает сырье Разного качества Ну, по крайней мере Мы хотя бы с сырьем не разговариваем Понимаете? Мы хотя бы не смотрим Готово ли сырье Чтобы мы его начали использовать Мы не смотрим в глаза Не берем на анализ кровь сырья Ты не обижайся Но мне кажется, что наш продукт Он вкуснее? Он вкуснее Он вкуснее, как меня Я пробовал, что-то думал На вкус так себе Это точно На трое Вот Илья знает Я знаю, да Мы этих животных видим Работаем с ними Уважаем Относимся Ухаживаем Кормим Поем Это вот Ну Привязанность такая Происходит к продукту Да, где Это часть тебя получается Да И мы вот переплетены Полностью с этим бизнесом С этим продуктом И вот поэтому Просыпаемся каждый день И вот рвемся Идем на работу Занимаемся Выстраиваем Работаем Улучшаемся Постоянно ищем Какие-то пути Улучшения Оптимизации Очень болезненно Иногда это отражается На переговорные позиции Да Когда вот есть клиент Говорит Да ну у вас там Там у вас там Что-то это Слушай Или дорого Готово Грызться в горло Да Потому что это Бывают какие-то отклонения От стандартов От определенных Да Может быть обвалщик Неправильно распорол Вырезку например Может быть что-то еще Пошло не так Но Это производство Это сложный продукт Много людей Много Водных Втекающих Вытекающих И так далее Но в целом Все это очень и очень круто Я такого никогда не видел Я был на технологичных производствах Где мы тоже Передевались Но Настолько технологичных Настолько Много дорогого оборудования Столько сложных операций Я не видел никогда Ну супер Мы рады что понравилось Мы рады что приехал Да Спасибо вам за приглашение Еще не завершается Наша поездка Сейчас поедем Дегустировать Даже есть Семейные какие-то Компании в России Которых мы тоже Любим поддерживать Понимаем что это такое Уникальные продукты Да Колбаски Потом там запустили Также пастрами Бекон говяжий Это абсолютно Уникальные вещи Которые были В принципе разработаны Нами в мясном культе Мы начали это все делать Именно Вот здесь Настоящий Ребай Вот так он должен выглядеть Если ваш Ребай Выглядит не так Выбрасывайте его Мы сейчас говорим Про полезность Про полезность Говяжьего жира Многие думают Что омега-6 Только в рыбьем жире Это неправда В говядине Есть оленевая кислота В кукурузовом Откорме Есть оленевая кислота Это омега-6 Поэтому это очень полезный Жир И если правильно Балансированный И этак Если не ешь Там все подряд И хлеб И мясо И прочее И прочее Сбалансирует Это очень полезно Это хорошо для здоровья Плюс В говядине Много витаминов В В В Все группы В-6 В-12 В-9 И не можешь получить Ни в одном другом Белке Так что ребята Ешьте бургеры Ешьте бургеры И ешьте стейки Да И обязательно Чтобы было 80 на 20 И лучше 70 на 30 Сколько нужно вложить Чтобы построить Такой магазин Сейчас надо посмотреть На цены Но там 3-5 миллионов Можно легко построить Сколько можно зарабатывать Такой магазин Окупится В течение года В течение года Это неплохой бизнес Да Я никогда не видел Стоит такой выбор Хорошего мяса Но Но в метро Точно столько нет мяса Нету Я даже не знаю где На рынке понятно Есть много мяса Но такого мяса Нигде нет Вот Никто не продает В упаковке То есть Мне говорили Что это бред Никто не будет покупать В вакуумной упаковке У тебя должно быть Все нарезано Но держать Такое ассортимент И нарезать каждый день Это просто Ну невозможно В нашей стране В вакуумной упаковке Проливает жизнь Абсолютно Сколько хранится Такой кусок Смотри Это мелкий кусок Здесь в 35 дней Должно быть А крупный кусок 45 А на рынке Они должны продать За 1-2-3 дня Край И за счет этого Мы можем Держать ассортимент Мы можем давать Выдержанный продукт Очень важно в мясе Чтобы мясо было выдержанное Потому что свежее мясо Оно будет жесткое Не важно Какого мраморности И какого качества И у нас продавцы В чем еще секрет У нас замечательные люди Которые по 5 лет Работают в компании Понимаешь Они продают даже лучше Чем те ребята Которые продают выше И так Вот и подошел к концу Этот насыщенный день Мы увидели Как производится Корм для животных Как они растут Как они становятся огромными Они все в шикарных условиях И закончили это Прекрасным ужином С классной говядиной И офигенными бургерами И в следующий раз Мы отправимся В Москву В Академию Прайм Биф Где научимся Выбирать мясо И обалденно его готовить Так точно И наконец-то нормально поедим Наконец-то нормально поедим Да Мы там будем есть Прямо с начала до конца Весь выпуск Конечно Будет интересно